231 рубль – таков средний уровень заработка осужденных региона в день. Те, кто в труде заинтересованы, в месяц могут получить около 17 тысяч рублей. Что производят заключенные в Ивановской области? Увеличились ли объемы собственной продукции в 2016 году? Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в региональном УФСИН. Мы сами себя обеспечиваем на 100% картофелем, овощной продукцией, молоком, хлебобулочные изделия. На собственных пекарнях мы изготавливаем из собственной муки, также производим макароны 100%. Остальные виды продукции, такие как мясо, мы с каждым годом наращиваем производство. В идеале система исполнения наказаний должна выйти на полное самообеспечение. Пока не получается, хотя показатели уже неплохие. 80% продуктов питания для заключенных производят они сами. 28 контрактов на поставку необходимого Ивановский УФСИН в этом году заключил собственными подразделениями. Что вырастили, то и продали. Деньги, которые мы выручили от продаж, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%. Если по цифрам говорить, то в 2016 году потрачено на приобретение продуктов питания у наших подразделений, нашими подразделениями, простите за туфтологию, но так оно и есть, порядка 41 миллиона. От тротуарной плитки до постельного белья и перчаток. Дело рук ивановских осужденных наглядно представлено на выставке. На столе все, что выращено и произведено тоже своими силами. Восправительные учреждения. Только мясо птицы поставлено 3 тонны. 22,5 тысячи штук яиц. На следующий год планы по увеличению по голове икру, то есть на базе ИК-6 будет построен курятник на 1500 голов, по плану получения яиц 270 тысяч. Также у нас идет строительство на базе ИК-6 на данный момент телятника, то есть будем развивать еще мясное направление по мясу говядине. Майонез под маркой Бородинский поставляют только в магазины для осужденных Ивановской, Костромской, Ярославской и Владимирской областей. С момента запуска производства, с начала этого года, реализована продукция на 1 миллион рублей. На производстве у нас трудоустроено 3 осужденных, которые прошли, скажем так, обучение. В процессе запуска майонеза мы вызывали масло-жирового комбината «Город-невест-технолога», которая как бы обучала их вот этой работе. То есть это не просто люди, которые просто пришли с улицы и там начали это делать. Это действительно запуск проводился под наблюдением обученного технолога, который контролировал выпуск этой продукции. На этом же оборудовании выпущена пробная партия кетчупа. Сейчас оценивают объемы спроса на него. В перспективе планируют выпускать еще и джемы. А специально к Новому году цех по производству салатов расширил свой ассортимент. Буквально на днях получен сертификат на оливье. А это значит, что заключенные смогут приобрести традиционное угощение к празднику. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.